Привет, YouTube! Это канал Простые Технологии. Осталось несколько месяцев до выхода главного смартфона второй половины 2020 года, iPhone 12. В этом поколении айфонов будет еще больше, и стоит разобраться, что же нас ждет этой осенью. Начнем с тревожных новостей. Согласно прогнозу институционного банка Cowin, запуск серии iPhone 12 будет отложен как минимум на два месяца и состоится в ноябре, а не в сентябре, как мы к этому привыкли. Если прогноз сбудется, телефоны начнут поступать в продажу не раньше середины конца декабря. А значит, уже подзабытый дефицит на айфоны может появиться снова. По другим же данным, презентация 12 айфона состоится пораньше, в октябре. В любом случае, вероятность переноса презентации в этом году по понятным причинам очень высока. А вот с уровнем цен на новые яблочные смартфоны все более-менее понятно. В мае 2020 года инсайдер Джон Проссер опубликовал утвержденный прайс-лист на новые айфоны. Базовый iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном будет стоить в США 699 долларов. 6,1-дюймовый iPhone 12 обойдется в 799 долларов. За iPhone 12 Pro уже попросят 999 долларов. Венец модельного ряда iPhone 12 Pro Max стартует от 1100 долларов. Если судить по макетам, которые якобы рассылает Apple производителям аксессуаров, то внешность смартфонов мало изменится. Останется массивная челка, а главной деталью задней крышки будет все та же квадратная площадка с камерами-глазками. Но это одна из версий. По-другой в Apple все-таки переработают дизайн 12 серии. Он станет более угловатым, одновременно напоминающим 4-й и 5-й айфоны и нынешние айпады Pro. Но квадрат под фотосенсор останется, а вот челка уменьшится. Кстати, напиши в комментарии, нравится ли тебе эта деталь в дизайне современных айфонов. Как уже говорилось ранее, все новые айфоны получат OLED-матрицы. iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Самым компактным смартфоном будет iPhone 12, который будет оснащаться экраном 5,4 дюйма. Новый iPhone 12 Plus получит экран 6,1 дюйма. Приемник iPhone 11 Pro получит увеличенный до 6,1 дюйма дисплей, а версия Pro Max резко вырастет до 6,7 дюймов. IPS, к счастью или к сожалению, останется лишь на бюджетном SE второго поколения, причем значительно вырастет разрешение экранов. iPhone 12 получит дисплей 2340 на 1080 пикселей, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro 2532 на 1170 пикселей, iPhone 12 Pro Max сразу 2778 на 1284 пикселя. Важным отличием смартфонов с приставкой Pro в названии станет возможность обновлять картинку на 120 Гц. Такого у Apple еще не было, хотя у конкурентов это уже не новость. В общем-то, инсайдеры заявляют, что плавность прорисовки в айфонах будет на порядок выше, чем у флагманов на Android. Но айфонам без Pro в названии достанутся матрицы на 60 Гц. Возможно, в новый айфон в каком-то виде вернут Touch ID. Скорее всего, это будет не классическая кнопка, которой уже нет места на корпусе, а подэкранный сенсор. Очень хотелось бы, ведь во время масочного режима Face ID полноценно работать не в состоянии. А вот что точно появится, так это поддержка сетей пятого поколения. Впрочем, в России эта технология не будет актуальна еще несколько лет. За производительность всех айфонов 12 ответит чипсет A14 Bionic, о котором пока мало что известно. В этом процессоре будет использоваться 5-нанометровый техпроцесс, что как минимум приведет к снижению энергопотребления. Памяти как оперативной, так и постоянной в новых айфонах будет больше. Так, двенашки будут иметь на борту 4 гигабайта ОЗУ, а Pro-версии получат 6 гигабайт. Если верить слухам, то в новом поколении минимальный объем накопителя будет равняться 128 гигабайтам. Айфон 12 Pro и 12 Pro Max получат версию на 1 терабайт. Хотя, зная экономию Apple, вряд ли нижний порог накопителя в этом году повысит до 128 гигабайт. Радикальных изменений по части камер ждать не стоит. 12 и 12 Plus будут иметь в модуле камер по паре 12-мегапиксельных сенсоров со сверхширокоугольным и широкоугольными объективами. Якобы только Pro-версии получат новые сенсоры на 16 мегапикселей, при том они станут четырехглазыми. Четвертым станет времяпролетный сенсор, который пригодится для дополненной реальности. Это точно, но это не точно. Несмотря на слухи о разъеме Type-C в новых айфонах, видимо, этого так и не случится. По данным сетевого информатора Fudge, в Apple действительно работали над его внедрением в новый смартфон. Однако, дальше прототипов дело не пошло. Айфон 12 будет выпускаться с лайтингом. Дескать, сейчас все силы купертинцев брошены на то, чтобы доработать под смартфон и разъем смарт-коннектор, как в современных iPad Pro. И самое странное, что он не будет использоваться для зарядки. Пользователям iPhone 13, а именно через поколение случится этот переход, придется рассчитывать только на беспроводное питание. Объем аккумуляторов смартфонов останется прежним. Но батарея базового 12 похудеет до 2000 мАч, что немного сгладит экономичный OLED-экран. iPhone 12 Plus и iPhone 12 Pro получат батарейки на 300 мАч. iPhone 12 Pro Max будет отличаться 4000 батарейкой. Вот что действительно порадует фанатов, так это появление реверсивной беспроводной зарядки. В мире Android это уже года три, как не новость. Но для iPhone это станет новой функцией. Якобы она будет коннектиться по NFC, а максимальная мощность достигнет 1 вата. Забавно, но готовили эту технологию еще для iPhone 11. Но тогда что-то пошло не так. Вот мы и поговорили про iPhone 12, который представят очень скоро. Пиши в комментарии, ждешь ли ты новое яблоко и поменяешь ли на него свой нынешний смартфон. Ставь лайк и подписывайся на канал, если видео понравилось. Пока-пока.